Кировчане вернулись из Смоленска с победами. Там прошло первенство России по вольной борьбе среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие больше ста спортсменов из России, Казахстана, Украины и Латвии. В состав кировской дружины вошли трое тренеров-преподавателей детско-юношеской спортивной школы номер 4. И все вернулись домой с наградами. О других новостях спорта расскажем далее. Кировская область готовится к восстанию машин. Соревнование по преодолению бездорожья с таким названием пройдет в нашем регионе 5 августа. Это будет третий этап межрегионального кубка измерения 4 на 4 и пятый этап кубка области по внедорожным соревнованиям. Экипажи разных классов авто посостязаются в ориентировании. Главная задача – найти на местности контрольные точки и отметиться на них. В зависимости от трудности подъезда, каждая такая точка оценивается определенным количеством очков. Соревнования пройдут вблизи поселка Лекма в Слободском районе. 5 августа на стадионе «Локомотив» состоятся соревнования по футболу, волейболу, дартсу и большому теннису. Они пройдут в рамках празднования Дня железнодорожника. Также в этот день впервые состоится шахматный турнир среди работников железнодорожных предприятий и ветеранов имени Анатолия Васильевича Евтухова. Спортивные соревнования начнутся на стадионе в 9 утра и продолжатся до обеда. Родина должна пройти процедуру заявки на Кубок России 13 сентября. Соответствующая информация опубликована на сайте Федерации хоккея с мячом России. Организация представила график подачи документов участниками турнира. Заявочная кампания стартует 21 августа и продлится вплоть до 18 сентября. Отмечу первый этап розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом среди команд зоны Запад примет Ульяновск. Сроки проведения с 21 по 28 сентября.